Следим за ситуацией на выезде из Беларуси в Россию, где образовались многокилометровые пробки из больших грузов. Раньше водители здесь никогда не проводили столько времени, как сейчас. Минувшую ночь у машины стояли даже в Лиозно, а это в 10 километрах от пункта пропуска. Наш корреспондент попытался разобраться в причинах затора. Этот пункт пропуска на российской границе, ближайший к Витебску, всего 50 километров. Для доставки грузов водители часто выбирают именно эту трассу, но сегодня на ней скорость всего около 100 метров. Те, кто накануне вечером направлялся к границе, тормозили за 10 километров от пункта пропуска. И только сегодня на малом ходу, ближе к обеду, добрались к цели. Раньше на этом участке водители редко тратили больше трех часов. Иногда приходилось постоять, но чтобы сутки, такого никто не припомнит. Должен срок ложиться доставку, а так 18 часов от Лиозно еще не прошел. Да, я бы уже, конечно, был на месте, отдыхал, то есть было бы все хорошо. А так придется еще работать и работать. Свежее мясо, оно долго не хранится у меня. А меня не пускают здесь, вот и все. Бортится все, быстро. Больше холодильника работает, это роли не играет. Все равно срок доставки на него сорванный. Причину очереди, по словам водителей, организация работы профильных сотрудников российской таможни. Объехать этот переход возможно, но, говорят дальнобойщики в Витебской области, на всех ближайших пунктах пропуска союзной границы ситуация схожая. Это продолжается уже несколько дней. Везде шестак. И в Себежи, и, как говорится, на Красной горке, как едешь. Везде очереди. Потому что один таможенник. Поставили бы два-три. Что-то связано, наверное, с российской стороной. Потому что один таможенник работает. Сейчас проверяет он и документы проверяет, и потом еще, говорят, начал уже и грузы проверять. Открывает, фотографирует. И один человек. На белорусском участке проезд свободен. Уже много лет. С нашей стороны никаких проверок на общих пунктах пропуска. Чего не скажешь про соседей. Вместо упрощенного передвижения, что вполне естественно для союзного государства, водители не только теряют время, но и терпят убытки. Очередь медленно, но сокращается. Еще накануне вечером большегрузы стояли прямо здесь, в райцентре Лиозно. Но сейчас транспорта нет. Машины продвинулись на пару километров вперед. Но в выходные поток автомобилей обязательно увеличится. Если ситуация на границе не изменится, большегрузы снова будут стоять в поселке. Олег Шапель, Олег Горюнов. Наши новости.